К другим темам перехода в России могут ввести налог на смерть. По мнению работников ритуальной сферы, ежемесячные отчисления с зарплаты будут гарантировать людям достойные похороны. Поскольку сейчас обойдутся проводы в мир иной, узнал мой коллега Роман Карлов. В недрах Минстроя сейчас зреет новый проект закона о погребении и похоронном деле. Он предполагает увеличение выплат на гарантированный перечень ритуальных услуг. Однако представители этой сферы считают, что таких мер недостаточно. Поэтому россияне должны сами позаботиться о достойном уходе в мир иной. Сделать это предлагается с помощью ежемесячных обязательных отчислений с зарплаты. Сейчас государство выделяет на погребение своего гражданина чуть больше 5,5 тысяч рублей. Очевидно, что для большого крупного мегаполиса этих денег недостаточно. Поэтому правительством Москвы предусмотрены компенсации для некоторых категорий граждан. Так, родственники неработавших пенсионеров и безработных могут рассчитывать на выплату почти в 20 тысяч рублей. Самая большая компенсация, как видите, предусмотрена для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Военные тоже могут получить серьезную льготу на погребение. Согласно данным с сайта ritual.ru, средняя стоимость похорон в Москве в прошлом году составила 55 тысяч рублей. Прайс-лист в этой сфере разнообразный и зависит от желаний и возможностей клиента. Самый скромный базовый вариант предлагается за 23 тысячи. Премиум похороны обойдутся дороже 360 тысяч. За эти деньги вы получите двухкрышечный гроб, элитный похоронный комплект, авторский венок из живых цветов, кадиллак в качестве катафалка и даже ритуальный лифт стоимостью 120 тысяч рублей. Минстрой также предлагает создать систему одного окна для получения ритуальных услуг. Это должно защитить родственников от так называемых черных агентов, которые обычно появляются на пороге дома вместе со скорой и полицией. В Москве цена за покупку такой информации где-то от 20 до 30 тысяч составляет. И нужно понимать, что эта сумма включается опять же в цену собственно ритуальных услуг, которые такой ритуальный агент предоставляет. Конечная стоимость похорон будет зависеть от того, на каком кладбище вы хотите покоиться. В Москве больше ста погостов, но большинство из них уже забиты под завязку, поэтому открытыми для захоронения считаются только три, расположенные далеко от МКАД. Здесь места предоставляются бесплатно. Есть еще 12 погостов, расположенных поближе, где места можно официально купить на городском аукционе. Всего в 2016-м было реализовано более 200 участков. Общая сумма сделок составила 220 миллионов рублей. Нетрудно посчитать, что место в сырой земле порой стоит, как квартира. Есть предложение создать электронную карту всех российских кладбищ. Однако, по мнению экспертов, проблему дороговизны участков она вряд ли решит. Но зато поможет в другом. Инвентаризация кладбища, она нужна. Да, и введение реестра кладбищ. И если будет электронное кладбище, так называемое, то это также облегчит, например, поиск могилы, если родственники хотят найти могилу своего близкого. Поскольку никаких конкретных предложений, сколько может составить налог на черный день пока нет, то возникает немало вопросов. Если человек платил взносы всего несколько лет и неожиданно умер, может ли он рассчитывать на приличные похороны или только на такие, на какие он накопил? А если у работника большой трудовой стаж, то гарантировано ли ему погребение по самому элитному разряду, где-нибудь на Ваганьковском или на Вадевичьем? К тому же каждый, кто хочет накопить на похороны, сегодня может воспользоваться услугой ритуального страхования, предлагаемой рядом компанией. Вводить какого-либо рода налог, но это просто звучит как-то кощунственно, неприлично и вообще удивляет, как такое могло прийти вообще кому-то в голову, такое предложить для тех граждан, кто и так сегодня живет за чертой бедности, нет денег на элементарные продукты питания, вещи, медикаменты, и предлагать еще собирать деньги на будущую смерть. В интернете новость о сборе на смерть восприняли с юмором. Общий тон шуток таков. Каждое предложение о новых налогах лишь приближает россиян к мысли о скорейшем уходе туда, где ни за что платить не надо. Продолжение следует...